Решаться действительно много, и я вот считаю, что прежде всего решается, наверное, для нас, на что мы потратим будущее время. Пять или десять лет. Пять или десять лет. И как по мне, мы можем его потратить на созидание, или опять на внутреннюю борьбу, склоку, или петлю вниз. Вот именно поэтому для меня есть главный выбор, да? И то вы хотите, скорее всего, будет вся страна в целом, или отдельный клан, отдельные ее кусочки, отдельные физические лица? И я возвращаюсь к главному. Какова жизненная ценность ключевая человека? Какова его позиция? О чем мы думаем? О своих семьях, о качестве жизни, о счастье для нас сегодня, конечно, очень важно. И для наших детей. И близких, да? Здесь и сейчас. Вот давайте, может, об этом поговорим. Ну, вот я знаю, что Олег занимается, так сказать, темой и просто убивает и городскую, и областную власть, и всех сотоварищей, значит, что требуют качественные дороги. А говорят, что я занимаюсь фантастикой. Ну, вот на прошлой передаче был у меня здесь Вадим Гуржос, директор автодорог, сказал прекрасные вещи. Через пять лет, говорит, автобан на Киев будет, как на Днепропетровск. Будем себя хорошо вести. Премьер-министр и они, значит, разработали программу финансирования на Донецкой дороге. Окружная будет новая, на Белгород будет дорога. Чем же заниматься будете? Чем заниматься будем? Вы сейчас элемент гражданского общества, занимаетесь там, ас-автоклуб, как он называется? Да, Харьковский автоклуб. Кого критиковать будете? Все дело в том, что на самом деле по этим автобанам мы ездим не так часто, мы больше ездим внутри. А больше всего мы ездим по внутренним дворовым дорогам, так называемым, да? То есть если там центр как-то почистили, давайте заедем внутрь любого микрорайона на Салтке. Да какая Салтавка в центре? Вот улица Тринклера, заедьте в район, там легковушка просто проехать не может. Так что я думаю, работы нам еще хватит, и работы нам много. Другое дело, хотят ли нас слышать, мы готовы не только критиковать, мы готовы делать и работать. Ну что очень важно. Мы не востребованы. То, что я говорил, будущее не в конфронтации, будущее в ситуации, когда мы можем созидать. Вот это очень важно. Потому что Асташка дорогу вспоминает раз в пять лет. Вот раз в пять лет, и пять лет назад вспоминали о дорогах. Позвольте вам сказать, что сразу после выборов 2005 года мы реализовали проект Харьков-Днепропетровск. И это было очень последовательно. И я старался иллюстрировать эту ситуацию. И не раз в пять лет. А вот в городе вы имеете в виду, или в населенных пунктах, ну я согласен отчасти с вами. Я больше по городу. Так это вы виноваты. Это вы выбираете такую власть. Ну вот на самом деле и выбор завтрашний тоже очень много будет зависеть от этого. Что-то мы опять в городе не то выбрали, да? Ну посмотрим. Я не знаю. Когда будем выбирать в следующий раз в городе? У вас и у меня есть мэр, у нас есть городская власть. В мае. Я думаю, что скоро выборы опять будут. Будет. Вы будете баллотироваться? Не, я не буду. Почему? А? Не чувствую себя в себе. Я обязательно буду, но в мэра, наверное, не буду баллотироваться. У меня есть очень много задач, которые я поставил по области. Я теперь знаю, как их решать. Я не хочу переучиваться. Я хочу завести до конца то, о чем сказал раньше. Жизненная позиция каждого очень важна. Можно поставить ранцевый флажок и сказать, ура, товарищи, идем за зелеными, белыми, голубыми, синими, оранжами. Не, 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 только не по партийным. За город только не по партийным. А можно сформулировать. Я хочу для своего ребенка купить в будущем маленький красивый автомобильчик, который без проблем проезжает по улицам. И светофоры работают. И фонари светят. И фонари светят. Разветка есть. И вот она лепота. То, в общем, что каждый может заметить, не каждый. То, кто иногда выезжает в Европу и смотрит, как очень люди живут. Поэтому для меня вектор выбора этих президентов, это в том числе евроинтеграция, интеграция. Я, конечно, за то, чтобы мы были как можно близки с Россией. Асэн Борисович, но огромное количество людей не хотят в Европу. Именно здесь наши члены, они хотят в Россию. Я тоже не хочу в Европу, в том смысле, что для меня Харьков и область лучше всех. Я вообще хочу со всеми дружить и с Европой, и с Россией. Как говорил в свое время Александр Мороз, почивший уже в политической бозе, построим Европу в Украине. Вот это мне нравится. То есть ярлык Европы и просто сама жизнь в Европе надо отличать. Надо понимать, немножко разные вещи. Это уже штамп есть такой, как и дороги тоже. На местных выборах это тоже штамп. Европейская цивилизованность. Вот скажем, сколько в европейских странах выбрано президентов с подмоченной репутацией, к примеру. Вот здесь мы в европейском русле или не в европейском. Это что считать подмоченной репутацией? А это каждый думает о себе. То, что в Европе считается подмоченной репутацией, у нас праздник души. У нас возводят в ранг и говорят, так, это нормально. Я даже читал недавно, что один товарищ сказал, что, вы знаете, говорит, тюремное заключение закаляет личность. Раньше я думал, что нужно учиться в университете. Я думал, что нужно... Не знаю, я лично закаляюсь холодной водой. Я, кстати, после этого перестал болеть. Я думал, что нужно учиться в университете. Я думал, что нужно читать Чехова, Тургенева и так дальше. Так не надо Чехове. Оказывается... Не надо Чехове. Сегодня день тишины. А вы опять от Чехова, Мерсен Борисович. Нельзя Чехове в день тишины. Вот я говорю нормально. Я как бы за того премьер-министра, которого и в России Путин нормально воспринимает, и который в Европе всеми принимается. Видите, я говорю в мужском роде, чтобы не сказали. Просто премьер-министр, он в любом случае. Так что никакой агитации. Ну, ясно мне одно, что за Кирша голосовать нельзя. Он тоталитарно говорит, лазь свои руки. Юрий, вы хотели сказать, я знаю, но вам не дает Кирш высказаться. Не, ну, скажем так, что я, допустим, за непопулярного президента. Мне не хочется уже популизма много его на самом деле. Мне хочется непопулярных мер. То, что предложил, скажем так, ну, учитывая, что сегодня день тишины, один из самых, который стал почти вровень с двумя основными. Это который качается? Ну, да, который качается, да. Он предложил, по сути, я не знаю. Многие люди, наверное, не поняли. Ну, по сути, предложил шоковую терапию. Шоковую терапию. И это неплохо. Ну, умеренная шоковая терапия. Может, деньги надо зарабатывать? Послушайте, ну, вы же советский человек. Какая шоковая терапия? Не, я не советский был. Как не советский был? Какого года рождения? Семь седьмой. Ну, так вы советский человек. Ну, да. Вы родили сейчас в жизни, выросли в Советском Союзе. Поэтому советского человека удивить шоковой терапией, я вас умоляю, товарищи. Это я помню время, когда в магазине «Норма» на проспекте Ленина был продуктовый магазин, в котором в полках лежала морская капуста, и стояла кабачковая икра, и больше ничего. Спички очень красивые. Но стояла очередь. Очередь стояла, потому что говорили, что завезут сардельки. Я работал там рядом инженером, вовне его. Четко знаю это. Но это шок нас не ожидает. Это шок нас не ожидает. Поэтому мы говорим о шоковой терапии, как о, на самом деле, адекватной экономической политике. Мы говорим о терапии шоковой, а не прекращающейся шоковой. А терапия — это лечение. Да. То есть вы говорили только что о непрекращающемся шоке. То есть он не для чего. Он просто есть... Таблетки горькие иногда бывают. Понимаете? И ребенка все время кормить сладкими таблетками не получается. Какие таблетки по своему химическому составу должны быть горькие? Никуда от этого не деться. Так что вы возражаете против Чехова? Ну, переживете культурный Чех... Ой, Чехов... Переживете культурный шок, поживете без Чехова десятилетия. После этого возлюбите культуру так, что рванете быстрее, чем за последние 10 лет прошли. Ну, если что, рванут можно и раньше. И все закончится. Потому что очень большая доля вероятности, что при таком развитии событий через 5 лет у нас вообще не будет никакого выбора. И выборов, может быть, уже не надо будет в Украине делать. А Киш будет выступать на итальянском телевидении. На итальянском телевидении, да. Вы знаете итальянский? Еще нет. А что, уже пора учить? Завтра мы узнаем. Я могу сказать «поко-поко». Это значит понемножку? Да. Чуть-чуть. Я вообще собираю такое выражение во всех языках. Такое выражение во всех языках. Мало-помало. Слоули-слоули. По-гречески сега-сега. Вот, пожалуй, это ключик. Итальянский «поко-поко». Президент должен быть таким, чтобы не хотелось никуда далеко. Вот таким должен быть президент. Чтобы далеко от него не хотелось. А я сформулирую так. Президент должен быть такой, чтобы нам в Харькове было классно. Но я бы даже сказал «вообще в Украине». Вообще в Украине, конечно, но в Харькове в особенности. Своя рубашка ближе к телу. Согласись, Саша. Да, рубашка харьковская. Региональный патриотизм, он может даже где-то важнее и общегосударственного патриотизма. Это будет что-то от вас попахивать душком сепаратизма? Нет, никакого сепаратизма. Просто о том, о чем вы говорили. Лампочки, дороги, все. То есть патриот это не тот, кто носит рубашку и больше всех кричит за национальные ценности. Просто понимаете, когда мы говорим о регионе, о своем регионе, о Харьковском, то здесь как раз важно уйти от политики, если можно. То есть, понимаете, когда уже не только городская власть, но и районная избирается по партийному принципу, но это уже беспредел. Это просто беспредел. Здесь надо сначала поменять конституцию, но это не порядок, что тех, кто командует джеками, мы выбираем по принципу, то ли они коммунисты, то ли они регионы, то ли они бюджеты. Так оставьте, ради бога, районную власть, а поликлиники, когда у нас полными составами вступают в партии. То есть, вот завтра выборы политические, а дальше выборы хозяйственные. И тут надо менять конституцию. И опять же, поэтому я приветствую того из кандидатов, кто собирается в этом направлении изменить конституцию. Ну, это естественно. Не могут быть вот эти выборы депутатов без депутатов, когда обратиться некому, потому что всюду партия, а партия кто? Партия никто, обратиться некому. Люди остались без партии, потому что выбирают по партийному принципу районную городскую власть. Жаловаться некуда, фактически народ остался без депутата. Вот кто из двух кандидатов желает в этом направлении поменять конституцию, чтобы это прекратилось, чтобы вернуть мажоритарку, вот тот, конечно, ближе моему сердцу. А что вы все время в пол смотрите? Не уверены в том, что говорите? Нет, боюсь, потому что, знаете, прошлые выборы научили бояться, что можно говорить одно и правильно, и кандидат говорит одно и правильно, то же самое, что у тебя на душе. А потом что-то все последующие пять лет куда-то не туда. А потом что-то все последующие пять лет куда-то не туда.